Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер, ее проведу я, Константин Гречаны. Сегодня мы вновь будем говорить о той акции, которая в прошлую субботу проходила в Летнем Театре. Но если вот неделю назад мы говорили, собственно, о самой акции, об Летнем Театре как вот культурном объекте для Одессы, то есть сегодня мы поговорим об отголосках той акции. Задержаны ряд участников того, что происходило, того митинга. Если за Сергея Стерненко губернатор внес залог, то Демьян Ганнелл находится сейчас под стражей. Как мне кажется, самая вот такая сложная ситуация у Игоря Резуна, которого подозревают в нанесении травмы головы начальнику областной полиции Дмитрию Головину. И вот, собственно, мы сегодня постараемся разобраться в том, что происходит. Это правосудие или политические репрессии? Этот вопрос мы задаем вам, уважаемые телезрители. Если вы считаете, что это репрессии, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что это не репрессии, что это правосудие, по номеру 784-80-82. Если у вас будут вопросы к нашим гостям в студии, то звоните по номеру прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. К нам сегодня пришли Олег Итнарович, депутат Одесского городского совета фракции «Доверяй делам». Добрый вечер. Вечер добрый. Сергей Маковецкий, юрист, адвокат. Здравствуйте. Приветствую. И Алексей Черный, глава общественной организации «Антикоррупционный офис». Добрый вечер. Добрый вечер. Олег, давайте начнем с вас. Как вы считаете, то, что происходит, это все-таки правосудие или политические репрессии? Оценку мы всегда правильно говорим, что есть люди, у которых полномочия есть давать ту или иную оценку. И как раз этот вопрос к нам и относится. Мы хотели бы, чтобы те органы, которые классифицируют это, это органы внутреннего правопорядка, это суд, должны классифицировать поведение людей, которые находились на этих акциях, и вынести свое заключение, действительно попадают ли они под те или другие нормы. По моему мнению, действительно, личному моему мнению, как человека, что, конечно же, то, что происходит и то, что градус там накаляется во время таких акций, это абсолютно неправильная ситуация. И самое главное, это вредит прежде всего самому понятию гражданского мирного протеста, который есть. И той цели, которую ставят перед собой люди, выходя на те или иные мирные акции. Мне кажется, что, знаете, есть хорошее заключение, что, ну, изречение, что все дело в мире, да, все в мире лекарства, все в мире яд, все дело в мире. Вот здесь, когда мы перегибаем эту палку и хотим, скажем так, спровоцировать какой-то конфликт, какой-то экшен, какое-то вот такое, вот это является неправильным. И здесь должна быть четкая оценка правоохранительных органов для того, прежде всего, для обеспечения безопасности одесситов, безопасности, которой мы все, прежде всего, заинтересованы. Олег, я вот когда готовился к эфиру, прочитал ваше заявление, я процитирую для наших телезрителей. Представители власти должны будут ответить всем нам, кем же является Игорь Резун, который вот молодой человек, которого подозревают как раз именно в нанесении травмы Дмитрию Головину. Получит ли он во время заседания суда срок как преступник или наградное оружие как герой? Этот ответ является принципиальным в определении многих будущих событий. Но вот у вас такая ирония, как вы считаете, это все-таки способствует урегулированию ситуации в городе? Или оно все-таки нагнетает градус конфликта? Вот так, положай руку на сердце. Давайте так, я еще раз говорю, что этот, ну скажем так, обсуждение этой проблемы было достаточно эмоциональным. И со своей стороны, да, вот мы понимаем, все-таки есть какая-то, как вы говорите, ирония, не ирония. Действительно, мы некоторые вещи в обсуждениях, для того, чтобы их понять, немножко преувеличиваем. Да, и я говорю о том, что для нас, для меня четкое понимание того, что для того, чтобы существовало гражданское общество, для того, чтобы люди могли выражать свое мнение, они не должны быть напуганы. Это самое главное. Страх не должен руководствоваться поведением людей. Как этот страх не должен нагнетаться, они правоохранителями, о чем абсолютно правильно говорят, и не людьми, которые заинтересованы в этом деле. Поэтому, вот мое глубокое убеждение, абсолютно все люди, которые участвуют в этих акциях, должны быть с открытыми лицами. Люди, которые, если это милиция, у них должны быть опознавательные знаки, которые могут их идентифицировать, для того, чтобы каждый, кто сделал правонарушение, должен быть идентифицирован и привлечен к ответственности. Вот это самая главная моя задача. И меня, как депутата, и пожелания моих избирателей, с которыми я общаюсь, они говорят о том, что мы не хотим жить в страхе. Вот это самое главное, что бы мы хотели. И ответ на этот вопрос, как должны проходить в будущем мирные акции. Они должны сопровождаться ударами, бросанием камня или слезоточивым газом. Вот этот ответ мы должны сейчас получить. Именно поэтому я счел возможным так высказаться. Алексей, как вы оцениваете нынешние события, действия правоохранителей? И как вы считаете, все-таки должны понести ответственность те, кто действительно устроил, был провокатором тех стычек, которые случились или нет? Конечно, те, кто стали провокатором, должны понести ответственность. Единственное, что это не те люди, которые пришли 18-го числа защищать городской сад, а это те люди, которые голосовали за то, чтобы отдать эту землю на 15 или на 49 лет. Это, кстати, вот фракция «Доверя делам», в которой вы секретарь, она несет за это полную ответственность. У меня к вам первый такой вопрос. Землю отдали все-таки на 15 или на 49? Потому что в проекте решения было 15, а в итоговом решении 49. Я знаю о том, что согласно законодательству у нас человек, который обладает правом собственности на объекты, он имеет право оформить договор пользования земли. То есть, что вы передали землю, это нормально? Мы говорим о том, что абсолютно любой гражданин, имеющий собственность, повторяюсь, мы же говорим о собственности передачи аренды для обслуживания собственности. Мы четко знаем, что эти помещения были в свое время проданы, через определенные, перешли там несколько владельцев, и новые владельцы попросили у городского совета дать право аренды. Это было бы достаточно. Вот, кстати, очень странная ситуация, что действительно арендаторы как бы менялись вот таким образом, да? И, ну, никто не знает этих арендаторов. Собственники. Я еще раз говорю, ну-ка, почему не знают? Ну, арендаторы не знают. Есть же, ну, скажем, полная хронология, и восстановить ее очень достаточно просто. Да, нам Сергей, наверное, поможет разобраться все-таки в этой юридической коллизии сейчас, да, Алексей. Давайте вступление, а потом юридическая коллизия, как раз будет интересный пас. Это типичная туалетная схема, когда на какой-то территории выкупается что-нибудь, что угодно. Маленький туалет, например. Человек становится собственником этого здания, а потом под этот туалет ему выделяется полгектара земли. Вот примерно точно так же. Люди являются собственниками нескольких развалюх в городском саду. Если вы зайдете, посмотрите, там уже камня на камне не осталось. И тем не менее, городской совет своим решением выделяет им всю эту территорию. А это часть территории городского сада, которая была подарена Одессе Феликсом Дерибасом. Подарена с условием, что она никогда не будет застроена. Городской совет вот эту территорию этим летом передал. И именно это явилось причиной того, что люди вышли на протест. Именно это стало провокацией. Именно вот этим вопросом, Олег, вы должны заниматься как депутат, а не потом уже вступать в политические вопросы. Вы, например, сделали абсолютно подло. Вы у себя на страничке опубликовали видео голого человека, которое снято у него в бане. То есть, как бы, это не ваша работа. Ваша работа управлять нашим имуществом. Но вы плохо справляетесь своей работой. В результате этого постоянно у нас есть проблемы. У меня просьба не переходить на личности. Давайте, собственно, будем обсуждать ту ситуацию. Сергей, насколько законна сама схема передачи в аренду летнего театра? Да, понятно, что этим летом это как бы продолжение истории. На самом деле, это вопросы далеко не к нынешнему городскому совету. Когда вот началось это все, что это другой состав городского совета. Но вот сама схема, насколько она законна? Ну, действительно, императивная норма земельного кодекса. В общем-то, в торятке и положении гражданского и хозяйственного, что собственник объекта недвижимости может получить земельный участок как в пользование, так и в собственность. Права постоянного пользования у нас нет. То есть, остается либо аренда. Под объект недвижимости логично, что это на срок до 50 лет, как позволяет законодатель. Либо это право собственности в результате соответствующей процедуры выкупа. Ну, в противном случае, тогда не будет правовых оснований платить за землю. Наверное, это будет дополнительный ущерб территориальной громаде, чьим интересам это будет соответствовать. Вопрос риторический. Если право землепользования не будет оформлено. Мы понимаем, что отсюда зависит и ставка платы за землю, то ли арендный, то ли налога и все другие вопросы. Поэтому, как правило, в таких ситуациях формальная законность соблюдается. Безусловно, нужно зарываться в вопрос и изучать этот конкретный вопрос. Но, на первый взгляд, да, по общему правилу, собственник может инициировать права землепользования под своим объектом. Другой вопрос, что если в действиях власть-предержащих содержатся мотивы, которые за пределами такого беспристрастного исследования, то это требует процесса установления этих мотивов, доказания этих мотивов. И, скорее всего, мы тогда будем говорить о плоскости уголовно-правовой, собственно, которой посвящена сегодняшняя дискуссия. Я бы, с вашего позволения, прокомментировал бы вопрос, который вынесен на обсуждение политические или это репрессии. Ну, политические репрессии становятся категорией юридической, только когда попадает в плоскость международного публичного права. На сегодняшний день с позиции национального права и национального уголовного права мы так рассуждать оснований не имеем. Существует презумпция следующего рода, что если орган досудебного следствия, полиция в данном случае, усматривает в деяниях тех или иных лиц, деяния, это могут быть действия, могут быть бездействия, признаки того или иного уголовного правонарушения, которое предусмотрено действием уголовным кодексом, они обязаны инициировать процедуру досудебного расследования. Вопросы избрания меры пресечения следственными судьями, это следствие, это лишь следствие инициированной процедуры. Сергей, вы сейчас продолжите, у нас есть телефонный звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Вы понимаете, вы даже вопрос ставите так, что нормального человека оно будоражит. Ну какие активисты? С закрытыми лицами, с какими-то взрывпакетами, кидаются на нормальных людей, на милицию. Когда это можно было на милицию бросаться? Как же вы можете их активистами называть? Это бандитизм, элементарный бандитизм. Есть законы, есть какой-то порядок, есть документы. Уже вся Одесса знает, кстати, с вашего, с репортера передачи, кому и как это продлежит. Находится ли это здание в этом территории парка? А вы начинаете опять это муссировать. И для чего? Активисты, это бандиты, а не активисты. Спасибо за ваш звонок, я понял вашу позицию. Ну вот такая субъективная позиция у человека. Разберутся, судя за пять минут же не бывает. Если можно, один комментарий по поводу того, что сказал предыдущий выступающий. Да, с одной точки зрения логики, конечно, все эти схемы, они все законны. Большинство коррупционных схем, они законны. То есть вот можно до 50 лет, значит выделят на 49. Вроде как все законно. Но городской совет должен вступать в интересах громады. И городские депутаты могли не проголосовать за это решение, их никто не тянул. Земельные вопросы обычных граждан Одессы рассматриваются годами. Десятками лет могут не рассматриваться. Но когда нужно выделить какую-то часть парка под застройку лицам, которые связаны с городским головой, это решение решается молниеносно, очень быстро. Депутаты сразу проголосовали. Они могли отказать, могли, имели право. Имели право не проголосовать, но не проголосовали. И это ответственность именно депутатов, то что они использовали эту землю, не по назначению. Это земля, это территория парка. Они хотели отдать ее под застройку, что невозможно. Давайте так, я хотел бы действительно, чтобы мы в наших суждениях руководствовались больше какими-то фактами, а не эмоциями. Это очень важно, наверное, и это определяет людей взвешенных. Потому что, к огромному сожалению, мы это понимаем, что очень легко ситуацию расшатать, и она сейчас достаточно перегрета. Поэтому я говорю о том, что вы абсолютно правы в том, что к каждому вопросу нужно подходить очень взвешенно. Разговоры о том, что депутаты Одесского городского совета только и делают, что занимаются лоббированием чьих-то интересов. Ну, поверьте, давайте говорить тогда конкретно, мы же мы это понимаем. Что законодатель сейчас установил огромное количество ограничений, норм, процедур соблюдения, которых нужно выполнять. Соответственно, все вещи, которые решает городской совет, они находятся под пристальным контролем. Разговоры о том, что мы там годами ждут люди решения. Каждое решение, каждая сессия городского совета, повторюсь, каждая, выносит решение, ну, не меньше, чем 200-300 частных лиц. Мы даем разрешение, выделяем землю и десятки компаний, каждая, повторюсь, от таких сессий происходит раз-полтора. То есть говорить о том, что, скажем так, ну, скажем, мы не занимаемся своей работой, это абсолютно неправильно. Мы говорим сейчас просто о чем, я повторюсь еще раз, нет сомнений, нет сомнений, что любая власть, любая власть должна находиться под контролем. И это принцип, сам принцип построения системы сдерживания, потому что любая бесконтрольность, да, она рождает искушение, нарушение. Все должно быть под контролем. И гражданское общество, конечно же, является тем инструментом контроля, которое, в принципе, ну, предусмотрено демократическими процедурами. И мы говорим о том, главное, о форме, вот в чем вопрос, в форме этого гражданского контроля. И повторюсь, вот если мы говорим конкретно о вопросе зеленого театра, извините, летнего театра, вопрос действительно был озвучен, был поднят после того, как появилась вот информация о вырубке там ста деревьев в городском саду. Я повторяюсь еще, в городском саду. Это, вот, информация абсолютно не соответствует истине. Мы говорим о том, что была произведена встреча, пришли активисты, пришли депутаты городского совета, пришел застройщик. Это буквально было за несколько дней до... Дали все ответы, предоставили документы, заверили еще раз подтверждение, что строительства не будет. Да, дали возможность посмотреть, что там на самом деле происходит, проинформировали своих планов. Ну, скажем так, активисты скорее и сами взяли возможность посмотреть. Мы говорим, что сама встреча такая произошла, документы были предоставлены, вопросы поставлены и ответы получены. И тем не менее, на следующий день, тем не менее, еще раз говорю, да, повторюсь, я не против и считаю это правильным, что пришли люди, очень много людей, в том числе и с детьми, пришли поддержать свою позицию, что в городском парке не должно быть застройки. Эту позицию, поверьте, разделяют все абсолютно депутаты городского совета. В городском парке, да, в городском саду не должно быть застройки. И повторюсь, это я еще раз бы хотел, это наша позиция в том числе, которую мы отставим. Ну, честно, за всех депутатов городского совета, я бы вот на вашем месте, скажу, честно, не расписывался. Давайте так, я говорю тогда, хорошо, от себя лично, за свою фракцию доверять делам. Мы говорим об этом. Поэтому, но зачем из этого устраивать, на следующий же день устраивать из этого экшен с взрыв пакетами, с драками? Алексей, зачем устраивать экшен? Объясню, потому что вот вы говорите, что вы отстаиваете позицию того, что зеленые зоны не должны застраиваться. Но мы уже научились, как говорится, доверять делам. И у нас не застраивается, например, горсад. Не горсад, простите, ботанический сад. И там выросла высотка Гринвуда, которая принадлежит галантернику. У нас застроится Магнолия, у нас застраиваются склоны. У нас застраиваются все зеленые зоны в городе по чуть-чуть. И только там, где все активисты могут собраться в один кулак, только там мы вам можем дать ответ. И только там чего-то не строится. Вот вы сейчас лжете. Вы говорите, что не собирались застраивать летний театр. Почему тогда Державное архитектурное бюро Украины, ДОБИ, выдало декларацию на застройку самой высокой категории сложности? Это значит, предполагает этажность более пяти этажей. И вы сейчас рассказываете нам, что это ложь. Да, есть бумага с подписью сотрудников городского совета о срезании деревьев на территории летнего театра. Вы сейчас так сказали, не горсад, а как бы летний театр. Но летний театр – это горсад. Потому что если вы посмотрите план, когда его дарили, и опорный план 89-го года – это территория городского сада. Так вот там хотели срезать абсолютно все деревья. Они там все переписаны. В том числе там тополь, которому 90 лет. Огромное, красивое дерево. И сейчас вы рассказываете, что ничего не будет застраиваться. Так вы каждый раз рассказываете. Но оно каждый раз застраивается. И только когда уже вы доводите до таких ситуаций, когда начается противостояние на улице, только тогда вы включаетесь почему-то и публично говорите, нет, мы что-нибудь сделаем. И до сих пор, пожалуйста, примите решение, отмените свое решение. Шесть месяцев не прошло, можете. Отмените решение о передаче земли на 49 лет. Это снимет конфликт. Но вы же этого не делаете. Подождите еще. Я бы все-таки хотел вернуться к теме репрессий или не репрессий, или правосудия. Да, ну ответьте, я вам дам возможность, конечно. Олег. А, вы мне... Даю вам возможность ответить, да. Давайте так, я хочу еще раз повторить. Смотрите. Я абсолютно здесь четко заявляю, что позиция горожан, да, позиция людей с разными точками зрения, она была, есть и будет, она присутствует. Разговор о том, что, там, вот есть исчадие ада, грубо говоря, да, это городской совет, и есть ангел, ну, и там, да, вот белая, пушистая, ну, не знаю, может быть, опять, общественники, которые протестуют. Ну, давайте так, мы же понимаем, это условная позиция, такого нет. Да, нет. Поэтому мы говорим четко, во-первых, а, во время действия Одесского городского совета и в нашем решении было четко сказано, что мы вносим, определяем границы скверов и парков, мы вносим мораторий на застройку склонов, о которых мы говорим. Это первый Одесский городской совет, первый состав, который принял такое решение. И наша позиция здесь в этом действительно четко. И мы четко говорим о том, мы продолжаем взаимодействовать с абсолютно всеми общественными организациями. И как в случае с городским садом, если мы видим, что ситуация развивается не тем образом, кто-то из служб и этих начинает, ну, скажем так, принимать какие-то решения, которые идут в разрез, мы на это реагируем так же самое вместе, как с нашими избирателями, с горожанами. И мы вступаем в конструктивный диалог, вот это самое главное. И я хочу сказать, что наша главная задача сейчас, этот конструктивный диалог, сохранить. Ни в коем случае не дать ему перерасти в военное противостояние. У вас есть диалог сейчас с активистами? Я сейчас, ну, смотрите, во-первых, если вы нас пригласили здесь, и вот мы общаемся, давайте так, может быть, ну, можно ли это назвать диалогом или нет? Мы сейчас работаем в прямом эфире, понятно, что вы не можете все сказать друг другу в лицо, когда это... Я хочу сказать одно, первое, смотрите, что и депутаты городского совета, я лично, мы всегда открыты к диалогу. Действительно, и в наших каких-то вопросах, наших предположениях или действиях, вполне возможно, есть какие-то идеи, как можно сделать по-другому. И здесь, если мы в чем-то ошибаемся, мы открыто говорим об этом, мы готовы признавать свои ошибки, если они есть, повторяюсь, и действовать сообща. Но, повторюсь, мотивом это не должен быть страх. Страх не должен превалировать на наших... Я думаю, с этим согласны все. Сергей, все-таки давайте вернемся сейчас конкретно к главной теме нашей сегодняшней беседы, да, что вот выходит на акцию, да, несколько, там, десятков, сотен человек, да, кто-то является организатором, кто-то кидает камни. Пострадали полицейские, пострадали активисты. Почему вот ответственность несут лишь избранные, во-первых, а во-вторых, почему разные меры пресечения? Кого-то отправляют в СИЗО, кому-то залог, кому-то домашний арест. Вот почему такой подход разный? Ну, следствие должно работать так, чтобы установить всех причастных к совершению любого правонарушения. Безусловно, я прошу прощения, я вот доформулирую свой вопрос. Ну, риски примерно одинаковые в отношении каждого из тех, вот, три парня, по сути, три молодых человека, да, и все они, как бы, проживают в Одессе, все они активисты. Вот, в чем, почему риски разные? Ну, это я ответил на первую часть вопроса, почему поймали только троих. Сегодня мы не знаем, сколько человек совершили действия, совершили ли они, которые содержат признаки преступления. Это, в известной степени, монопольное право стороны обвинения. Указать на то лицо, которое, по их мнению, совершило деяние, содержащее признаки преступления, и вину которого они рассчитывают доказать. Это их право, этим правом они наделены действующим скандалом. На этом весь правопорядок держится. Вопрос на период следствия, где этих людей содержать, это компетенция другого органа, следственного суди, еще не суда, и это принципиальная разница. На сегодняшний день суд не устанавливает, есть состав преступления в действиях этих лиц или нет. Решается вопрос лишь узко. На период досудебного расследования, пока они в статусе лишь подозреваемых, а не обвиняемых, определить, какая мера пресечения позволит наилучшим образом добиться от них должного процессуального поведения, исполнения ими процессуальных обязанностей, как то являться первому требованию, не скрываться суда и следствия, воздержаться от оказания давления на потерпевших, иных подозреваемых, свидетелей по делу, других участия в головном производстве. А почему риски разные? Это же хочется, собственно, понять. Это, в том числе, исходит из принципа персонализации уголовной ответственности. Пусть, предположим, они все совершали одно и то же в одном месте и в одно время, но дела в отношении них будут рассматриваться индивидуально. И учитываться будут также уникальные характеристики и жизненные обстоятельства каждого конкретного подозреваемого. Во-первых, степень его участия. Какие конкретно действия лично он совершил для достижения преступного результата? Каково его текущее процессуальное поведение? Какие риски у следствия могут быть данные, которыми не располагаем мы, которые могут указывать на какую-то повышенную общественную опасность, например, того или иного фигуранта дела? Это учитывается при избрании меры пресечения. Это имущественное положение, это крепость социальных связей. Целый-целый ряд факторов, которые обязан учесть следственный судья. И люфт у судьи достаточно широкий. Действительно, он в праве лишь при одном условии, что судья убедился в наличии обоснованного подозрения, определять ту меру пресечения из пяти разного вида, как установил закон, которая, по его субъективному мнению, подходит к данной ситуации. Это мнение всегда будет субъективным. Судья, он не связан с какими-то настолько жесткими критериями, какой-то формулой для того, чтобы заранее спрогнозировать его решение и сказать, что одно законное, другое нет. Ваше субъективное мнение, вот те решения, которые есть уже, они объективны? Мотивированы или достаточно? Адекватны. Для этого нужно знать, что там в материалах дела. Я никакого отношения не знаю. Ну вы как гражданин, я думаю, знакомый. Слава Богу, я не имею отношения. Но давайте абстрактно будем рассуждать. Насколько я информирован, подозрение, может кто-то меня поправит, если в курсе, по статье 294, массовое заворушение, организация. Но это охватывается статью 294 Уголовного кодекса. Даже если это часть 1, насколько я знаю, там вроде бы, слава Богу, не было ни гибли людей, никаких особо тяжких последствий. Скорее всего, действия квалифицированы по части 1, 294. Но это тоже тяжкое преступление по классификации, потому что там свыше 5 лет лишения свободы. Точно до 10, верхнюю планку по памяти врать сейчас не буду, может быть лет до 8, но это однозначно тяжко. Раз это тяжкое преступление, то у следственного судьи уже есть возможность избирать меру пресечения в виде снижения под стражей. Об этом, судя по всему, и просила сторона обвинения. Возникает вопрос, в каких случаях устанавливают альтернативы залога, а в каких нет. Не могу сейчас рассуждать, мог ли судья вообще отказать от содержания по страже. Зависит от того, как обосновал следователь с прокурором риски и какие характеристики личности для того, чтобы избирать наиболее жесткую меру пресечения. Но уже избрал. И тут действительно есть критерии, кому можно применять залог, кому нельзя применять залог. Абстрагируясь от этих фактических обстоятельств, вот не знаю я, действительно мало чего знаю о том, что произошло, но сам характер деяния, предусмотренного 294 статьей, он предполагает либо насилие, либо угрозу применения насилия в действиях подозреваемого лица. И на этом основании следственный судья мог бы вообще отказать в избрании залога. И насколько я слышал, одному из фигурантов действительно отказали. То есть ему избрали безальтернативно меру пресечения в виде снижения по страже. Видимо, орган досудебного следствия его подозревает в совершении этих массовых беспорядков, каких-то определенных действий, направленных на массовые беспорядки, с применением насилия или угрозой применения насилия. Тогда решение, скорее всего, законное. Алексей будем итоги подводить. Ну, во-первых, я скажу, что я был на этой акции, и я не знаю третьего участника, Резуна, но я был недалеко от Стерненко и недалеко от Ганула. Они не применяли, не нарушали общественный порядок, уж тем более никаких угроз насилия никому не было. А тем более самого насилия. Поэтому я говорю, что это было просто сделано для устрашения активистов. То есть прошла акция для того, чтобы отомстить тем, кто не дал застроить этот театр, это было сделано. И это будет доказано на суде. У меня вопрос такой, почему еще не доказана вина человека, а он уже должен отсидеть 60 дней в нашем СИЗО? Потом его оправдают, но 60 дней он из своей жизни может выкинуть. А вместе с этим он, скорее всего, в нашем СИЗО еще что-нибудь себе подхватит, потому что там огромное количество разных заболеваний, которые регулярно... Но это, тем не менее, общественники, кто занимается СИЗО, часто говорят о том, что есть такая проблема. Это общемировая практика. Нельзя ждать до самого приговора, который можно начать через несколько лет. Я не говорю о госпоже Стерненко, я говорю о правом регулировании. У нас почему-то у Саркисяна, которого обвиняют в том, что он стал причиной того, что погибло три ребенка, меры пресечения его отпустили под 120 тысяч. А почему-то Стерненко, где есть царапина на лбу у одного из милиционеров, у руководителя, у него 600 тысяч. Значит, получается, что царапина на лбу у нас стоит больше, чем жизнь трех детей. Вот примерно такой. Приговора же нет еще ни одного, ни другого. Там с приливой сарадио существенная разница есть. Саркисян все-таки два месяца сидел без альтернативы залога. Вопрос в том, что риски снижены. Для чего устанавливается тот же залог или другая мера пресечения? Домашний арест, особый стопорок, особый собовязанный. В зависимости от рисков, как их видит сторона обвинения и суд. За два месяца риски снижаются. Пока тоже Саркисян сидел два месяца в СИЗО. Наверное, уже допросили всех свидетелей. Наверное, ему уже трудно, вспотворы-то, какие есть доказабо его зныщиты. И те обставины, по-моему, набраховываются следующий судья. Может быть, и дай бог, я как адвокат, не хотел бы с обвинительным уклоном. Дай бог этому человеку тоже, который сегодня сидел в СИЗО по данному инциденту, будет со временем смягчена мера пресечения. Когда все необходимые, неотложные следственные действия будут проведены. Речь же не идет о приговоре. Мы не говорим, чего они заслужат или чего заслуживает Саркисян. Откупиться 120 тысячами или откупиться 600 тысячами. Там совсем другая мера наказания. Но она будет определяться тогда, когда их дела будут рассматриваться под существу судом. Сегодня не та стадия. Давайте подводить итоги. У нас 27% мне подсказывают, считают, что это репрессии, политические репрессии. И 73% наших телезрителей считают, что это все-таки правосудие. Вот в режиме БЛИЦ по 30 секунд. Олег. Мы видим, насколько действительно мнение наше совпадает с мнениями избирателей. И то, что я действительно слышу, общаюсь с людьми. Люди хотят мира. Люди действительно хотят, с одной стороны, порядка, который происходит. Люди хотят взаимодействовать с городской властью и добиваться улучшения своей жизни. Отстаивает свои интересы. И здесь я действительно считаю, еще раз повторюсь, что позиция и гражданские протесты, это обязательное условие существования любой структуры. Это должно быть. Но это не должно переходить рамки. Это должно быть действительно в мирном поле. Поэтому я считаю, что люди действительно хотят мира. Люди хотят спокойствия. И хотят, чтобы этот диалог происходил с открытыми лицами. Без побоев, без драк и без этого. А нагнетание обстановки, это не способствует решению любого вопроса. Сергей. Я считаю, что говорить о том, правосудие это или нет, можно будет только тогда, когда компетентный суд рассмотрит это дело по существу. Оценит все фактические обстоятельства и придет к выводу о наличии или отсутствии вины. И назначит в зависимости от этого соответствующую меру наказания к виновному. Проверить мы это все равно никогда не сможем. Остается лишь доверять суду. То есть это вопрос доверия к правосудию и профессионализму. Но вот это у нас очень часто самый главный вопрос, как оказывается. Алексей. Да, это он уже писает. Очень бы хотел, чтобы, скажем, акция, из-за которой ребята попали в результате в СИЗО, все-таки была успешна, чтобы эта территория вернулась в собственность Одесской городской громады, чтобы там был создан парк. Я очень надеюсь, что мы отстоим этих ребят, и они выйдут на свободу. Что касается предыдущих двух ораторов, действительно, я согласен, что все хотят, чтобы была справедливость. Посему я хочу сказать, что были нарушения с двух сторон, сделанные абсолютно разными людьми, а в результате посадили, по крайней мере, двух, которые точно ничего не делали. Никто из милиции не понес ответственности, хотя они были без шевронов, они били участников палками, это зафиксировано на видео, били в лицо ногами, это тоже зафиксировано на видео. Никто из них не понес ответственности. А трое ребят... Это у вас проверенная информация, что никто не понес ответственности? По крайней мере, в публичной плоскости никто об этом не заявил. Если понесли, то очень хочется об этом услышать, но я до сих пор об этом не слышал. По факту у нас есть три человека, которые уже предстали перед судом, и двое из них уже даже побывали в СИЗО. Хочется, чтобы справедливость все-таки была, пока что ее нет. Спасибо вам, что нашли время, пришли к нам в студию, спасибо за интересную беседу. Я напомню, что мы работали в прямом эфире, студию провел Константин Гречан, и оставайтесь с нами, оставайтесь на репортере. Всего доброго.